Друзья, всем привет! Видео специально для тех, кто в комментариях пишет, где пропал, куда делся. Друзья, жив-здоров, нахожусь... Ну, как здоров? Практически здоров сегодня у меня есть возможность. Я сегодня заболел, и поэтому есть возможность записать какое-то видео. Нахожусь в Киевской области, видео не пишу, потому что нахожусь в местности, где есть важные стратегические объекты. И места, где нужно снимать, это точно вот не сейчас. Возможно, после войны будет выпуск, а конец будет, скорой войны. Я вильнюс пилкуюсь с украинской мовою, але багато людей знают, что я вещаю тупо на русском языке. Только потому, что очень много подписчиков находятся не только в рашке. Русский язык, он международный. Меня смотрят с Казахстана, меня смотрят с Киргизии, смотрят в Молдаване, смотрят в Израиль, Литва, Латвия, Эстония, Германия. И вот украинского языка, к сожалению, они не понимают. Поэтому я принципиально вещаю на русском языке, хотя дуже вильнюс пилкуюсь в украинскую мову. Всех, кто будет писать комментарии с политичным поглядом, друзья, транзитом. Мимо канала проходим транзитом. Для русских. Русских у меня всего лишь полтора процента в подписчиках, но тем не менее для них тоже дойдет информация. Друзья, у нас действительно полномасштабная война. Я в последнее время анализирую русские и украинские новости. Да, в принципе, новости все как таковые. Так вот, я могу сказать, что если бы я жил в России, то два года спустя у меня был бы точно такой же сквозняк в голове. Я бы точно поверил, что здесь неофашизм, что здесь убивает людей, что здесь куча-куча всего того, какой понос заливает людям в голову. Я понимаю, что сейчас посыпется большая куча комментариев, но, друзья, это так. Я вижу русские новости, я вижу, когда разваленная город Белая Церковь, а в новостях русских рассказывают, что это Донбасс, друзья. Вас просто любят, обманывают, вот так нахлобучивают во все дыхательные и пихательные. Ну, ладно, хочу выразить отдельную благодарность подписчикам, которые приглашали меня в разные страны. Это и Чехия, это и Литва, это Латвия, Эстония, это Германия, это Польша, в конце концов. Даже грузины говорили, друг, приезжай, всем большое спасибо. Но моя позиция такая, что я остаюсь на родной земле. Я со своей семьей, мы все вместе находимся в Киевской области, под Киевом. Где, пока не скажу, потому что, действительно, стратегические объекты не нужно ляпнуть лишнего. Друзья, наверное, надо сказать немножко с другого боку. Вот война, это очень хороший фильтр. Я понимаю, почему уехали люди в Европу, те, которых бомбят, те, которые дома разбиты, у них некуда ехать. Они просто в отчаянии, их семьи убиты, застрелены, погибли под бомбежками. Но я... Те, кто поехали пристроить свою жопу в Европу, скажу так. Друзья, мы справимся и без вас. Во второй день, когда мы пришли в военкомат, ну, все-таки военное положение, и нужно вставать в ружье. Так вот, нам сказали, друзья, не нужны вы нам здесь. И не нужны не потому, что мы не хотим, не потому, что нет оружия, а потому, что у нас нет такого военного опыта, как есть у других претендентов. Окей, мы пошли в территориальную самооборону. Они говорят, слушай, парень, не надо. У нас уже все есть. То есть, это вот мы пошли в один район. Потом, ну, окей, не нужно так, не нужно. Оставили свои номеры телефонов. Пошли в другой район. И здесь вот как раз только все зарождалось. Вот здесь только сейчас все начиналось. Сейчас более-менее уже есть какие-то... Ну, не более-менее. Сейчас вот уже сколько дней войны? Я уже хрен знает, сколько дней война. Десять что-то. Нет, не десять. Война уже... Не знаю, сколько дней война. Больше десяти. Сегодня 9 марта. Это я к чему говорю. Вот я сейчас подъехал домой и пишу видео. Так вот. Сейчас уже есть и пулеметчиков, и автоматчиков. Мне говорят, слушай, бери оружие, и мы тебя куда-то поставим. Я говорю, друзья, оружие у меня есть. Чем помочь? Кстати, могу сказать, что блокпосты в Киевской области, друзья, такого вообще нигде нет. Вот я периодически езжу по территории Украины по разным ситуациям, назовем это так, пока завуализировано. Так вот, те блокпосты, которые в Киевской области, здесь просто звери. Но хочу сказать, что вежливые звери. Такого, чтобы какое-то там пьяное быдло-то стояло на посту, мне не встречалось. Ходят слухи, но я привык верить подтвержденным слухам. Э, слухам. Подтвержденной информацией, а не каким-то слухам. Я не сторонник переадресовывать всякие видяшечки, которые есть в интернете. Мы сделали телеграм-канал, здесь вот напишу. И первый позыв, который у меня был, ребята, пожалуйста, присылайте сюда лишь только ту информацию, которую вы видели собственными глазами. Я привык верить только проверенным фактам. Вот я не верю новостям ни украинским, ни российским. Я верю тому, что я видел. А я видел недалеко от своего дома, там, где я сейчас нахожусь, русский сбитый истребитель. Еще километров через 12 я видел сбитую ракету, которую сбил наш самолет. И она упала в чистом поле. Слава богу, что никто не пострадал при этом. Про казаков очень не зря ходят легенды о том, что они такие суровые парни были. Дурные в хорошем смысле этого слова. Так вот, я украинец, и гены пальцем не сотрешь. И вот то, что показывают по телевизору, то, что люди с голыми руками, с коктейлями молотова и лезут на танки. Да, это так. И наши парни, которые находятся вот здесь рядом со мной, они тоже полезут. Прошло больше 10 дней войны, запал, никуда не ушел. Вот если сейчас подъедет русский танк к нам на блокпост, я вам с полной уверенностью говорю, что парни, которые есть, они ляжут ко сми, но они его не пропустят. И так тысячи, сотни тысяч украинцев, которые есть, которые сейчас стоят в ружье. Для всего мира хочу сказать огромное спасибо за вот эту вот большую поддержку. Как по мне, это беспрецедентный случай. Такого раньше в истории, в мировой никогда не было. Чтобы так объединялись страны, не было такого еще. Большое вам за это отдельное спасибо. Не выпускаю сейчас видео, потому что есть у нас отдельный телеграм-чат. Вот здесь я его напишу. Там нет новостей, по крайней мере, непроверенных. Что творится в Украине, можете заходить, смотреть туда. Я сейчас в основном там. Друзья, у меня сейчас такой график, что вот есть пост, надо отоспаться, надо покушать. И при этом что-то еще надо. Просто тупо не успеваешь. Закончится война? Сделаю видео. К тому же мне уже там цыгане говорят, дружбан, у нас есть пара танков, давай сделаем на них обзор. И, как сказал один из подписчиков, есть гусеничная техника, есть колесная техника, есть то, что ходит по воде. Для моряков не буду говорить плавать, но для тех, кто не понимает, плавать корабли летательные. Что обозревать, из чего выбирать, это будет потом. Сначала надо устроить мир на земле. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это просто был крик души тем чувакам, которые пишут гнилые, вонючие комментарии. Все буду Украине, слава Украине, смерть врагам.